Дорога жизни. В редакцию новостей УТС обратились жители одного из сел Кочуневского района, которые уже больше недели отрезаны от внешнего мира снежными заносами. На место выехала наша съемочная группа. Станислав Блинов продолжит. Эту лыжню в селе Катково Кочуневского района проложили вовсе не любители здорового образа жизни. После того, как сильные снегопады завалили проезд, единственная возможность для людей сходить в магазин, это встать на лыжи. В первые дни, пока ветра были, трудновато было. А сейчас вроде как нынче. В результате начинаем. Виктору Васильевичу под 70. Пенсионер. Старым себя не считает, но совершать каждый день лыжные походы уже непросто. У нас уже как бы маленько снег стал твердым, а первое это время он был мягкий, лыжи проваливались вот так вот. Нынче вот уже 11-е сутки сидим безвылазно. Ну, люкзак за спину, пошел в магазин. До магазина, 2,5 километра. Уже все промерено шагами. Практически все дороги в селе Котково почищены, в том числе и большая часть улицы Новая, на которой одним из последних стоит дом Виктора Васильевича. В администрацию сельсовет обращались не раз. В ответ – обещание. Мы надеемся и ждем, что там не совсем плохие люди остались. Вчера прощенное воскресенье было, так хотелось их простить, но желания не было уже. В ожидании помощи от властей приходится надеяться на собственные силы, да на неравнодушных соседей. У меня муж увидел, что он просто шел на лыжах и упал. Он не смог подняться. Люди, соседи помогали подняться на этих лыжах. Котково относится к Прокутскому сельсовету. Очисткой дорог занимается подрядная организация, у которой не оказалось техники, способной бороться с такими снежными завалами. Пришлось обращаться в ДРСУ. Нам выделили технику, вот этот К-700 с клином, так называемой бабочкой. Такой трактор, он вообще один на весь район. Очищает дороги между поселками, а внутри поселковые дороги оставили на эту очередь. Так уж совпало, что трактор на улице Новой появился практически сразу после визита съемочной группы в администрацию поселения. Так что проблему можно считать благополучно решенной. По крайней мере, до следующего большого снегопада. Станислав Блинов, Тарас Тарасов, Новости ОТС.